Без нолей ровно год. Сегодня, как в Беларуси, состоялась деноминация. В обращение были введены купюры и монеты. Звенящие деньги в новейшей истории страны появились впервые. Национальный банк изъял из обращения уже 97% банкнот образца 2000-го. В бумажном эквиваленте это почти 400 тонн. Обменять старые деньги на новые все еще возможно. До которого времени это можно сделать, переводят ли еще в уме белорусы деньги в миллионы, знает Александр Лыченок. Ровно год назад в кошельках белорусов появились новые деньги. За это время в обращение поступило 114 миллионов купюр нового образца и 335 миллионов монет. Самые популярные банкноты – 10 и 20 рублей. А вот наиболее востребованные экономикой – монеты. Их срок службы гораздо больше бумажных купюр. Копеечки нравятся, все. Ребенок все время денежки берет. Копеечки. Считаю в них, рассчитываться в них легко, но вот иногда сумма еще на старый лад проскакивает. Наталья – продавец со стажем, но после деноминации первое время все равно пользовалась калькулятором. У нас были такие случаи, когда уже после Нового года старые деньги уже вышли из оборота. Приезжали люди, которые какое-то время не жили у нас и пытались распределиться старыми деньгами. После того, как появились монеты, кошельки начали покупать исключительно со специальным карманом. В сувенирных магазинах большим спросом пользуются вот такие магниты. Благодаря им можно понять, подлинная у вас монета или нет. Если монета настоящая, то она примагнитится. К слову, некоторые за этот год придумали куда более оригинальное решение, как и где хранить монеты. Привыкли к этим деньгам. Приходится дополнительно какую-то емкость с собой носить. Вот так посмотришь, так люди кто в чем, кто в каких-то, даже в спичечных коробках носят монетки. У меня парсигар. Я носочек извязываю. Сегодня на руках у белорусов осталось 214 миллионов экземпляров старых банкнот. Нацбанк изъял из обращения 97% купюр. Но люди по-прежнему продолжают сдавать старые деньги. Сделать это можно будет до конца 2019-го. После обменивать будут только в Национальном банке. Александр Лученок, Сергей Капустина, Вячеслав Будник, телекомпания СТВ.